У села Стимас в Вишкаемском районе вот уже несколько недель работают камазы и асфальтоукладчики. Под обновление попал участок дороги протяженностью 5 километров. По дороге проходит школьный маршрут и лежит путь в соседние населенные пункты Чуфарова и Конобеевку. Дорожные основания восстанавливают методом холодной регенерации. В дальнейшем будет уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. На объекте задействовано 12 человек и 8 единиц техники. Работы ведут согласно календарному графику. Метод холодной регенерации или ресайклинга применяют на большинстве участков. В ремонте используют старое асфальтобетонное покрытие. Его измельчают благодаря машинам ресайклинга. В рецепт прочного и износа стойкого покрытия входит также битум или цемент и добавки стабилизаторы. В Чердоклинском районе участок дороги Мирный Учхоз почти готов. Подрядчики опережают график. После завершения этих укреплений обочин у нас остается нанесение разметки на дорожное покрытие. Осевая у нас уже есть. Остается краевая осевая. Поставить сигнальные столбики и недостающиеся дорожные стаки. А в Меликесском районе ремонтируют 4 километра дороги у села Тиинск. Участок шириной 7 метров включает мост, где тоже поменяют асфальт. Также будет сделано 3 автопавильона в селе Тиинск. Будет осуществлена планировка обочин, откосов, укрепление обочин асфальтно-гранулятным. На данный момент ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся на 13 объектах протяженностью более 46 километров. В целом до конца года в регионе должны привести в порядок около 400 километров дорог регионального, муниципального и местного значения. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, Уллправда, ТВ